Здравствуйте! С вами программа «Нескучная классика» и я, Сатя Спивакова. Наша программа поможет вам понять и полюбить классическую музыку. Мы уже не раз говорили о театрально-музыкальных династиях. Моя сегодняшняя гостья – выдающаяся драматическая актриса. Но музыка в её жизни с детства играла главенствующую роль, ведь она дочь великой русской певицы. У меня в гостях Людмила Васильевна Максакова. Здравствуйте, Людмила Васильевна! Добрый день! Я хочу немножко нарушить традиционный ход нашей программы и начать не с вопросов, не с разговора, а с фрагмента. Пожалуйста! Вот и жадно глядишь на дорогу, В стороне от весёлых подруг, Знать, забила сердечко тревогу, Всё лицо своё вспыхнуло вдруг, Знать, забила сердечко тревогу, Всё лицо своё вспыхнуло вдруг, И зачем ты бежишь торопливо, Запромчавшись тройкой во след, На тебя под мочи нескрасиво Загляделся в твоей шифарнет, На тебя под мочи нескрасиво Загляделся в твоей шифарнет, На тебя заглядеться не диво, Полюбить тебя всякой не прочь, Вьётся алая лента и гриба В волосах твоих чёрных окно. Не гляди же с тоской на дорогу, И за тройкой во след не спеши, И танцкливую сердце тревогу Поскорей навсегда заглуши. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мария Петровна Максакова, Ваша великая мама, Про таких говорили, Поёт как дышит. Вы знаете, ну ведь это, Как сказать, с одной стороны, Народная песня, А с другой стороны, Это связано с трагическим событием. Так получилось, что мамин второй муж, Его расстреляли, Давтяну Яков Ристофорович, И получился такой, Ну, в большом театре Некая такая, Я бы сказала, Трагическая пауза. Маме бросали на сцену веник. И, в общем, Как-то положение очень пошатнулось Даже в плане жизни, Останется ли она, Или будет сослана. И вот ей Дмитрий Осипов предложил, Это вот руководитель народных инструментов. Да, мыслу народных инструментов. Да, оркестр предложил ей, А вы не хотите ли петь народные песни? Ей было это удивительно, Потому что она, в общем-то, Была солисткой Большого театра, И пела сугубо классический репертуар. Вот это была такая проба. Он говорит, ну что, если получится, получится. Но это принесло маме, Ну, помимо того, что это заглушило какую-то боль огромную, Она стала подлинно народной певицей. И вот несчастье, да несчастье помогло. Уход мамы из Большого театра, Он в 1953 году, Она не могла никого попросить, Это было в нее характере. Во-первых, она слегла совершенно. Она слегла, У нее началось страшное совершенно заболевание, И год она просто, ну, лежала пластом. Вот. А потом взяла себя в руки, Она всегда говорила, надо разобрать ситуацию, Жизнь, какой бы она ни была, Поставить точку и успокоиться. И вот таким образом она поставила вот эту вот точку. И у нее была замечательная компания, Атер, кстати, он умер в 102 года. В прошлом году. Давид Михайлович Лернер. Вот. Они стали колесить по нашей вот родине. Необъятной тогда. Людмила Васильевна, А вы помните маму на оперной сцене? Помню. Но очень все это случилось поздно. Какая-то была странная теория. У мамы вообще была очень странная теория воспитания. Она считала, что нельзя перегружать эмоционально ребенка. Вот. Меня мало водили по театрам. Я вот за кулисами не болталась, как часто вот в актерских биографиях. Читаем, что вот я все время за кулисами. Вырастят. Вырастят. Да, да, да. Вот ничего похожего у меня не было. У меня удали в музыкальную школу центральную. Сами знаете, что это такое. Это музыкальная каторга. Это, значит, бедное существо. О, ползает туда к 9 часам и возвращается в 7 часов вечера. Потом еще надо сделать сальпеджио, гармонию. Ну, общеобразовательные предметы, которые, так сказать, проходились. Ну, прямо, скажем, не очень жестоко. Ну, и специальность в основном, значит, и общий фортепиано еще. Значит, нужно еще сделать урок по виолончели. Хочешь, не хочешь. Еще таскать эту виолончель? Ну, это само собой, да, потому что не так страшно. Вот. Самый страшный урок выучить. Вот. И потом, значит, еще общий фортепиано надо все-таки позаниматься. Поэтому ребенок, конечно, такой мукоторжанин. И как же получилось, что вас даже не пытались учить пению? Или пытались? Нет. Ну, как-то пытались, жаворонка я пропищала. Но это именно пропищало. Не более. Между небом и землей больше не пошло. Нет. Ничего там не было такого. Да? Да. Никто не ожидал, что вы станете актрисой. В первую очередь, мама, наверное. Ну, знаете, это трудно сказать. Мама вообще жила какой-то очень замкнутой жизнью. Ну, не могу сказать, что я в училище очень, так сказать, была вот такой. Бывают сразу какие-то яркие такие вот студенты. Сразу понятно. Ну, получится, ясно, что. Нет. Сразу дело не пошло. А вот уже, когда на четвертом курсе я была вот то на вечере Ульянова, там меня к себе подождал Рубань Николаевич Симонов. И вот с этого, пожалуй, началась моя жизнь. Вот он меня пригласил на роль Маши в живом трупе. Я слышала, что вы даже ездили в театр Ромэн учиться петь романсы. Нет. Ничего похожего, нет. Сергей Александрович Сорокин, который аккомпанировал самому Саляпину. Вот у него была маленькая французская гитара. И юная. Он был лысоват, малюсенький. А у него такая трепетная жена Нелечка. Ну, вот жили они в коммуналке, конечно. И вот мы пошли с Романом Николаевичем к ним в гости. И вот он как раз совершенно сразил мое воображение. И вот для трупа театра Вахтанга он спел знаменитую малярку. И он стал со мной заниматься. Это же особенное цыганское пение. Это же не то, что вот мы поем там что-то. Да. Ландыш, Ландыш. Это совсем иное. И вот это вот пение, которое должно захватить зрителей. Захватить. А теперь пусть Маша споет. Кажется, это было очень страшно. Перед огромным залом. Вторая картина у цыган. Покорить Протасова и покорить этот зрительный зал. Не могу не предложить маленький фрагмент, пожалуйста. Нет, нет. Нет, нет. Да. Да, ты, ничем. Ак, далеть, как серые лошадей. Ак, далеть, как серые лошадей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Мама видела вас на сцене? Да, вы знаете, мама видела меня на сцене, она находила на все спектакли. И она обязательно покупала программку. Вообще, мама была удивительный человек. Вот по тщательности, по обязательности. Ну, абсолютно. Вот такой, не знаю, она идеальный человек, таких не бывает. Ей приходили письма весь мешками. Да. Понимаете, вот эта несчастная почтальонша мешок писем вываливала. Мама садилась, брала ножницы, отрезала каждый конверт, читала, вскрывала, помечала, ответила. И после этого только он шел в мусорную корзинку. Ну, корзинка для бумаг. И вот так далее. Если она могла чем-то помочь, она, значит, говорила, та-так-та, откладываю, это будет помощь. Понимаете? И вот во всем у нее была такая скрупулезная какая-то точность, обязательность. И что касается моих спектаклей, она была на всех спектаклях ходила и писала обязательно маленькую рецензию. Что, как, чего сегодня, почему, что там так было хорошо, что хуже, что лучше. Вот, например. Сама для себя просто, чтобы запомнить. А вам говорила, что вот это было замечательно, это не очень. Говорила. Если не доходило до моего сознания, она мне иногда писала записочки. Вот, так что много она видела, но, к сожалению, мама не стала. Уже когда, так сказать, это в 74-м году ее уже не стало. А я потом ведь продолжала карабкаться. То есть она не застала ни период с Виктюком, ни самый такой, ну, как я считаю, серьезный период. 25 лет период с Петромовичем Фоменко. С Петромовичем Фоменко, да. Да, ничего это она уже не знала. Людмила Васильевна, а как получилось, что маме дали народную артистку СССР в 71-м году? Когда он уже лет 20 не пел в Большом театре, когда ей уже было столько лет, что это было уже неважно. Моя мама очень любила Фурцева, Екатерина Алексеевна. И ей всегда это как-то казалось несправедливым очень. Ну, а несправедливость она была, мы уже понимаем, по какой причине. Конечно, да. Она была заслуженной артисткой. Да, и в конце концов, всем-всем добилась вот того, что... И позвонила мне, и говорит, Людочка, передайте маме, что вот маме, значит, присудили звание народной артистки Советского Союза. Это Мария Петровна отреагировала. Я позвонила на дачу. Я говорю, мам, это получилось звание народной артистки СССР. Она сказала, абсолютно равнодушно сказала, да. Ну, это же поздно уже. Да и неинтересно. А Мария Петровна Максакова была одной из выдающихся исполнительниц партии «Кармен». Ее даже называли «Кармен Петровна» в театре. Да, это было, да, когда, значит, вот после этого 1953-го знаменитого года, прошло три года, Сталин умер, вот, и маме предложили вернуться в Большой театр. В 1956-м году? Да. Совершенно верно. Ну, конечно, она сказала, возвращение речи быть не может, но вот спеть «Кармен». Долго она сомневалась, конечно, ну, три года все-таки не выходить на сцену Большого театра тяжело, но какая-то мысль у меня была, ведь они все были патриотами невероятными. Это вот страсть к тому, чтобы просвещать народ, чтобы музыка обладела сердцами каждого человека, в любой дом вошла. Понимаете, они же все были совершенно помешаны на том, что все должны быть музыкальными, образованными людьми, что великая нация. Вот. И она говорит, я не попрощалась со своим народом, вот что, с моими слушателями, с моими... С публикой. С публикой. С публикой я не попрощалась. И вот это вот меня мучает. Пожалуй, я рискну. И вот она, значит, готовилась, и вот этот спектакль произошел, на котором я была. Мы вышли, дошли, мы, по-моему, доходного ряда еще не добрались, уже спрашивали лишний билетик, лишний билетик. Максаков, поэт, Максаков, поэт, Максаков. Пришли мы, значит, сели в зал, битком набить совершенно что-то такое. И, ну, как та-дам, 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 на выход. Ну да. Та-дам, та-дам, та-да-дам, та-да-да-да. Мы вас когда полюбили. Ну, сама не знаю я. Не успела вам открыть это. Мы вас когда полюблю. Раздались такие овации, зрители, ну, знали, что вынуждены были остановиться. И она, и оркестр, и вот весь зал встал, действительно. Это было что-то такое. Я не знаю, как она потом вообще собралась с духом и начала продолжать дальше петь. Я не знаю, это надо было уже взять всё своё какое-то мужество. Вот этот спектакль, по-моему, прекрасно. Это правда, что когда Марию Петровну Максакову хоронили, стояли люди, аплодировали и кричали «прощай, карманы». Ой, это было, знаете, это было, так сказать, во-первых, оцепили. Слава богу, у мамы был поклонник генерал Шинкаренко такой, который мог вообще организовать это всё дело. Потому что народу, вот где памятник сейчас его нет, Дзержинского, вот всё это было... Да, на Лубянке, да. Да, Лубянка, это была вся запружена народом. Кое-как удавалось, значит, этой машине пройти. Это мама похоронена на немецком кладбище, Венецкое, вот, Лефортово. И там уже всё, вот на всех могилках, на всех оградках сидели какие-то мамины поклонницы. И одна из них такая маленькая, миниатюрная, у неё был такой цветочек, и она, сидя вот на этой оградке, как птичка такая, маму, когда проносили мимо, она так как-то вспорхнула, кинула этот цветочек и так сказала, прощай, кармен. К сожалению, не сохранилось видеозаписей. Мы можем хотя бы послушать голос в её исполнении. Слушаем, кармен, пожалуйста. У любви, как у пташки, крылья, её нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, и крыльев ей нам не связать. Ну, да просто мольбы и слёзы, и красноречит зомный вид, Безосветная на угрозы, куда ей вздумало слетит. Любовь, 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 любовь. Дитя, дитя свободы, а поп она не знает никогда. Не любишь ты, так полюблю я, смотри же, берегись тогда. Не любишь ты, не любишь ты меня, так я люблю. А полюблю я, полюблю, берегись тогда. Думал ты, пташка, уж поймала, но покрыла ей в облака. Любовь, 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 любовь. Любовь, 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 любовь. Дитя, дитя свободы, а поп она не знает никогда. Не любишь ты, так полюблю я, смотри же, берегись тогда. Не любишь ты, не любишь ты меня, так я люблю. А полюблю я, полюблю я тогда. Сейчас как раз наступает момент, чтобы предоставить возможность вот этим очаровательным молодым людям, студентам консерватории и прочих вузов, задать вам вопросы. Пожалуйста, у кого вопросы? Здравствуйте. Любовь Татя Васян, студентка Московской консерватории, вокальное отделение. Когда слышишь имена великих музыкантов, артистов, композиторов, дирижеров, режиссеров, которые творили в 20 веке, то вырисовывается целая картина об их жизни, насыщенной и интересной. Если бы возникла идея о создании фильма о таких великих деятелях культуры, которые творили искусство 20 века, Людмила Васильевна, согласились ли бы вы сыграть роль вашей мамы, великой оперной певицы Марии Петровны Максаковой? Никогда. Никогда. Это, понимаете, это то же самое, что давайте не хотели бы сыграть Венеру Милоску или что-то в этом духе. Понимаете, это были боги. И я очень ясно себе отдаю отчет, какая дистанция между тем, что мы делаем, и между тем, что делали они. Спасибо. Еще вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда мама задала вам такую высокую планку, не сложно ли быть Максаковой второй или Максаковой третий? Не хотелось ли вам быть первой, но представительницей другой фамилии? Я знаю, что японцы действительно, когда достигают какого-то очень большого уровня в каком-то области, они меняют фамилию. Я думаю, что я не достигла еще того уровня, чтобы поменять фамилию на данном этапе. Пожалуйста, еще вопрос. Меня зовут Дарья Шаталина. Людмила Васильевна, вы чуть ранее сказали, что Мария Петровна ходила к вам на спектакли, писала рецензии. Ну, маленькие. Для себя. А вот вас она критиковала, давала вам какие-нибудь советы? Вы знаете, ведь критика – это самое неприятное, что может быть. Если ты можешь сказать, вот слушай, а мне кажется, здесь неверно то-то и то-то, а надо бы так, вот, я думаю, в таком духе мама могла очень много сделать замечаний. Но не в том плане какая-то выволочка, но что ты делаешь? А вы могли ее критиковать или давать какие-нибудь советы? У нас была очень большая разница в возрасте. Мама меня родила в 40 лет. Поэтому если такая козявка и такой прыщ начал бы критиковать великого человека, это было бы довольно смешно. Спасибо за вопрос. Я в продолжение к вопросу девушки. Понятное дело, что маму не надо критиковать. Но, с другой стороны, отношения ваши были доверительные или все-таки там была такая дистанция некого почтения? Понимаете, ведь я когда была маленькая, маму видела. Потом, когда началась вот эта беда, а мне было 13 лет, понимаете? И мы потом уже встретились, когда мама закончила пепческую карьеру. Я ее почти не видела. Поэтому, естественно, это было все-таки дистанционные отношения. А как вы ее не видели? Вот, ну, когда она перестала петь в театре, вы ее не видели? А как она потом стала ездить в по стране? А то, что она вот постоянно путешествовала, а вы были... Потом у нее какая-то была, знаете, вот, ну, как у всех гениальных людей, у них всегда существует некие представления о том, какой должна быть жизнь. А какая музыка с вами шла в жизни, в юности? Что вы слушали? Мама привезла откуда-то радиола. Что это было? Радиола, это, значит, приемник и пластинки. Которые можно было наверху ставить под крышкой. Да, наверху ставить, совершенно верно. Но плюс она еще фокус имела. Значит, когда она... Можно было шесть пластинок поставить, а у нее была такая, значит, лапа. И когда доигрывалась пластинка, лапа поднималась. Пластинкой? Да, пластинка скидывалась в боковой ящик. Это был такой трюк. И, значит, а... И что за музыка была? А собачка была нарисована с графоном. Я не знал, что из инструментов сакс на саксе кто-то. И вот это я думаю, ну и ну. Это там, в Америке, наверное. Ох, там жизнь необыкновенная. Когда еще можно было, значит, вот вечером, когда все уже никого нет, мама на даче. А я еще могла крутить и ловить... Голоса. Голоса. Ну, и голоса. Вот эту зроничную музыку, да. Которая раздавалась через все это шумы. А потом у меня была францужинка, Вильяна Францевна, с которой уже пошла немножко по-французски всякие. А в 60-е годы уже неделя французского фильма, уже Дани Робин, уже Монтан, уже... Людмила Васильевна, брал. Вы поете замечательно. Почему же в этом... Вопрос мой о чем? Веземно. В Розалинду, в этой знаменитой летучей мыши, почему же вы сами не пели? Ну, вы знаете, там... Вы с такой... Я знаю, да. А это я уже не потяну. Ну, давайте все-таки посмотрим, как там за вас... Давайте посмотрим фрагмент. Высоко. Высоко? Ну что? Это я не схвачу. Высоко. 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 Я бы лохнула, я бы эту ноту не взяла. Ну что, нет. Правда, что вы не очень любили вообще весь этот фильм? Нет, вы знаете, не в том, вы понимаете, в кино все вот эти перфекционисты проклятые, чтобы уже, понимаете, сами себе противно. У меня отвратительный характер по отношению к себе. Вот вы знаете, этот перфекционизм, он тащился, как в кино я должна сниматься только у Тарковского или только у Кончаловского, понимаете, или только у Михалкова. А это, как сказать, легкий жанр. Мне же предложил Гайдай. Позвонили мне и сказали, вот, значит, мы очень хотим, чтобы вы снились у нас в фильме. Я говорю, да, комедия. А, значит, ну там есть нюанс. Я говорю, что, голый, что ли, сниматься? Ну не совсем. Ну не совсем. Да, я говорю, с ума сошли. А сейчас бы вот вы меня все знали, как «Помоги мне, помоги мне». И стало бы тут у вас самое популярное. Учитывая всю жизнь, которую вы прожили с мамочкой, которая для вас была на пьедестале, у вас родилась дочечка. Да. Машечка. Которая тоже стала полная тезка. Да, да, да. Мария Петровна Максакова. Да, да, да. И в какой-то момент вы поняли, что у дочечки голос. Вот ваши отношения с мамой и ваши отношения с дочкой, вы вынесли уроки из отношений с мамой? Нет, вы знаете, поскольку мне все говорили, нельзя на все. Даже пойти к подруге. Так вот я и надеюсь, что Маше вы говорили, что все можно. Да, все можно, да. И сыну тоже самое. Я говорю, что вам можно все. Ну и потом у меня была набоковская такая формула. Ну, так сказать, он говорит, балуйте, балуйте ваших детей. Вы не знаете, какая судьба ожидает их в дальнейшем. Я думала, ну, если вдруг у них судьба будет какая-то трагическая, я же не знаю, не дай бог, конечно, но чтобы вот хотя бы они вспоминали свое детство как что-то очень светлое и очень радостное. Когда их баловали, конечно. Сейчас хочу снова предоставить возможность задать вопросы. Пожалуйста, у кого вопросы? Здравствуйте, Козловская Ольга. Вы сейчас так с упоением рассказывали про музыку, в связи с чем у меня вопрос. А вот если бы была возможность встретиться вам троем, вы, ваша мама и ваша дочь, какую бы композицию вы бы исполнили? Спасибо. На троих? Да. Что бы вы спели? Вы знаете, на троих, к сожалению, можно только выпить. А вот на троих... Ну, а если дуэц... Имейте в виду, были ли домашние... Да. Ну, конечно, не они. Да, вот. Ну, бывает, что любимую песню что-то задать. Давай, разливай. Пожалуйста, дальше вопросы. Здравствуйте, меня зовут Виктор Борисов. Хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли таланты музыкальные или драматические у ваших внуков? И вообще, продолжится ли династия? Ох, да не собаки такие. Ну, никак я не могла затянуть их к этому инструменту. Все усилия, ну, хоть привязывай. Но Плучин говорил, нельзя напоить осла, не испытывающего жажды. Сейчас только Илюша. У меня есть один внук из всех, вот, который бедняга тоже в СМШ. Вот. А внучка, может быть, будет балериной, что тоже, как сказать... Тоже не обязательно. Нет, наверное, будет. Она очень тщеславная. Здесь главное, знаете, этот момент, мне кажется, хочу кем-то быть. Вот если в ребенке есть это, я хочу кем-то быть, я хочу кем-то быть. Вот он добьется. А я скажу, да, ну, я шоколад, я понял, что-то... Пиши, пропало. Очень хочу сейчас, чтобы снова, ни к чему не привязываясь, все-таки зазвучал голос Марии Петровны Максаковой. Пожалуйста. Чернопровый, чернопровый, молодец удавый, Полонил он мое сердце, не могу забыть ли, Как понять такую радость, что мил меня любит. Победу ему навстречу, крепко пойму я. Как пойму я молодого, парня удалого, Объясню свою любовь я, а вот тюмилица, Не садить бы красной детки вдоль полугу, Не любить бы красной детки, холостого парня. Я зато его любила, что порою ходит Поутру раним-раненько, вечером позденько, Чтобы люди не видали, ближние не знали, Про меня вы молоденьку отцу не сказали. Елена Васильевна, а как мама относилась к поклонникам? У нее же было очень много поклонников. Это не мама. Она никого не видела, понимаете? То есть для нее вот эта сторона жизни была, ну просто, как вам сказать, а, да, ага, да. Никак. А к вашим поклонникам? Когда они стали у вас появляться, ей тоже было это? Никак. Она была неземная женщина, понимаете? Все вот это земное, ей было как-то, ну может быть, может не быть. Она же ведь не вышла замуж после того, как вот вся история случилась. Вот я родилась, там она же была младая женщина. Никогда больше. Я не видела мужчин вообще в нашем доме. Просто когда-то в каком-то интервью вы обмолвились о том, что мама говорила, ждать звонка мужчины немыслимо. Да, это у нее была знаменитая фраза. Это когда я приходила, говорит, мам, а мне никто не звонил? Нет, никто. Нет, ну что за манера? Ждать звонка какого-то мужика. Я не понимаю, как можно вообще в мыслях даже до этого унижаться. Ну пускай он звонит. Да еще можно и не подходить. Потрясающе. Конечно, закваска этого времени. Я буду звонить как будто. Очень нужно. Если надо, дозвониться. Звони. Мама снится когда-нибудь? Никогда. Никогда. Странно, но никогда. Никогда. Я очень хочу, чтобы мы еще фрагмент один посмотрели с вами. Потому что мне этот фрагмент очень дорог. Все. Все. Прыграла. Едем. Старая ты дура. Старая дурында. Старая ты. Старая дурында. А ты? Чего тебе надо? Фиговица. Чего юрий? Чего? Ну, ты? Сантас. Дурак. Говорит, что я до 100 лет. Проживу. А ты? Ты на смерть мою. Рассчитываешь. Собираться сейчас В Москву Едем Ближайший поезд В девять с половиной часов, бабушка Эх, какая досада Ну, все равно Алексей Иванович Зови ты всех отсюда Да и ты прощай Надоела я тебе В Москве будешь Без места болтаться Заходи Отрекомендую куда-нибудь Я Пять лет назад В Подмосковной Обещала Деревянную церковь построить А здесь Все Распистало Теперь Поеду И буду Каменную Строить Белокаменную Мне очень нравится Пристань И очень нравится Ваша роль Вот Ваш фрагмент Ваш отрывок Пристань Вы знаете, что вы Исключение Меня за это уж так Лупили Особенно критическая мысль Она очень осталась Недовольна Режиссер Режиссер Вот наш Туминс Который Он Делал Он говорит Вы знаете Я вас После этого Завтра 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 Когда вы все Сняли Безе Эдит Пиаф Чтобы вы продолжали Оставаться такой Как вы есть Спасибо вам огромное Что вы Были сегодня Гостей программы Нескучная классика Были ее героиней Хотя героини у нас Было две Вы И ваша Великая Мама Спасибо Спасибо вам В советские годы Не существовало Буржуазного Термина Примадонна Но сегодня Совершенно очевидно Что Мария Петровна Максакова Была Абсолютной Оперной Примадонной А ее дочь Людмила Максакова Стала Абсолютной Примадонной Театра С вами была Сати Нескучная Классика